КОРОБКА С КАРАНДАШАМИ И, конечно же, сегодня у нас в гостях Григорий Гладков. Здравствуйте! Здравствуйте! Так позитивно начали программу. Да, вы сказали, конечно же, у нас в гостях. То есть вы давно меня ждали? Мы давно ждем, конечно, из года в год. Уже тем более не первый раз. Приехали по знатному такому событию значимому. Это фестиваль детства на Амуре. Какие ожидания накануне фестиваля? Что ждете? Эти горящие детские глаза наверняка. Ну, мы ждем новых талантов, потому что без них нет движения вперед. И первый день фестиваля, а сегодня будет второй, вы во время фестиваля снимаете. Он показал, что таланты есть, есть очень яркие ребята. А это значит, что есть педагоги, которые с ними много занимаются. И родители, которые уделяют детям свое время. Но есть наверняка и постоянные ребята, которые уже из года в год участвуют. Нет, все новые. Хорошо, ну как у вас настроение? Настроение прекрасное. Я вот с утра был в центре, распределительный центр «Мечта». Это где дети, еще не попавшие в детские дома, вот, их там как бы адаптируют. Потом уже они идут или в приемные семьи, или в детские дома. И я с ними там общался. Есть вообще замечательные, конечно, ребята. Есть немножко такие нездоровые, видно, их подлечат, все. А есть просто талантливые, просто, ну, изумительные. Жалко, что так судьба сложилась. Но она может так с каждым поступить. Поэтому надо ценить, что есть родители, есть те, кто о тебе заботится. А может жизнь вот так ударить, что и с детства один остаешься. Это для ребенка, конечно, тяжело. Вот хотелось, кстати, о воспитании поговорить немного. Дети, как жители, иностранные или пришельцы с других планет. Еще им бедны предметы странные. Нет, сейчас. Дети, как жители, иностранные или пришельцы с других планет. Еще им в диковинку предметы странные, вещи, которым названия нет. И вот они ходят, по метке делая, и выговаривая с трудом. Это что у вас? Это у нас дерево, ребята. А это? А это птица. А это? А это, ребята, дом. Но чем продолжительнее их странствие, они ведь сюда не на пару дней. Они становятся все пристрастнее, а нам становится все трудней. Они ощупывают переворочки, они заглянуть стараются за. А мы их гиды, мы переводчики. И не надо пыль им пускать в глаза. Пускай они знают, что не поддельно, а что только кажется золотым. Это что у вас? Это дерево. А это? А это небо. А это? А это дым. Дети, дети. Наши дети. Мне кажется, эта песня подвела к следующему вопросу. Хотелось бы поговорить о воспитании. Вас многие российские, советские дети считали наверняка отцом. Где-то на вас равнялись, старались, по крайней мере. Очень мало информации у вас в интернете о вашей личной жизни, о ваших детях. По крайней мере, недоступно. Это такая принципиальная позиция? Ну, надо считать, что все дети твои, говорил Эдуард Успенский, говорит. Наш учитель, писатель знаменитый. Потому что если ты так не считаешь, то ты не можешь писать сказки. Сценарий фильмов для детей, песни. Поэтому все дети должны быть... Ты должен к каждому ребенку относиться как к своему родному. Потому что это ужасно. Если свои, это свои, а этот чужой. Ну-ка, да, да. Иди отсюда. Нет. Но детей у вас двое, да? Не буду говорить своих. Ну, вы знаете, дети, это, конечно, чудо. Чудо. Вы строгий отец, раз уж о воспитании. Ну, по-разному. Ну, вообще, роль отца, да? Что он должен делать, вот на ваш взгляд? Какие-то такие, знаете, тезисы? Там, как говорят, мужчина должен посадить дерево, воспитать сына. Все тезисы, все принципы, или сейчас как сказать, все заповеди, слово заповеди. Есть 10 божьих заповедей, а есть 10 заповедей для родителей. Их написал Януш Корчак. Это педагог польский и писатель. У него книга замечательная про Тадеуша. Матиус. Забыл название. Он написал 10 заповедей для родителей. Но основная заповедь, это ты должен быть примером. Если ты говоришь, не кури, ты сам не должен курить. Кстати, вот Януш Корчак вошел в газовую камеру в фашистском лагере. 200 детей погнали, значит, в газовую камеру. И он пошел, читал им сказки, маленького нес на руках. Причем фашисты, два раза предлагая, его когда ловили, два раза предлагали стать свободным. Он отказывался. И в третий раз он пошел в газовую камеру. Вот, конечно, у нас был Беслан, это ужасно. Но при фашистах, надо помнить, ежедневно был Беслан. То есть они не щадили ни взрослых, ни детей. Они сжигали, убивали. И вообще вопрос в том, что как вот в такой цивилизованной стране, нации, в Германии. Да и не только в Германии. Как это может быть? Когда мир растет интеллектуально, нравственно. Германия была религиозной страной. И это даже не Германия, а Европа. Как это может быть, когда все шло вверх и духовно, и появились храмы, музыка. Это замечательная, связанная с церковью. Бах особенно. Вот все развивалось именно вот. Люди двигались к Богу. И вдруг вот это звериное в них родилось, что они могли сжигать детей. Их тысячи, десятки тысяч, уничтоженных фашистами, немцами, европейцами детей. Это уже мы на другую тему говорим. И вот Яна Шкорчик всегда интересен человек, который бросает вызов системе. Вот один из них. Другой, например, был Александр Вертинский. Пролетел вокруг всего земного шара, родился в Киеве, умер в Петербурге. Выступал в Европе, в Америке, в Шанхае долго жил. Венчался там, женился. Дочь первая там родилась, Марианна Вертинская. Ну вот смотрите, вы же тоже, получается, бросили в какой-то момент вызов системе. На фоне всех этих событий негативных, включая телевидение, да? Негатив-негатив, и ваша песня какая-то радуга. Это же тоже своеобразный вызов. Это, конечно, вызов. Важно остаться самим собой. И не предать себя и свое детство. Поэтому, конечно, система, она всегда старает человека сломать. Сломать, сделать его одинаковым, безвольным. И поэтому человек должен сопротивляться. Это помогают книги, хорошие друзья, вера. Вот надо верить. Есть православные, есть мусульмане. Вообще человек верующий, он, конечно, он уже достойный. По-настоящему не экстремистом мусульманский, а вот истинный, правоверный, как говорят, мусульманин. Это люди очень интересные, достойные, образованные. Буддисты. В общем, все верующие люди, они все интересные. Люди творческие, интересные, которые сочиняют, потому что Господь их вот одарил. Ведь не каждый может стихи писать, музыку. Это дар, который Бог доверил, отобрал тому тысяч других. Поэтому человек не должен лениться, должен это делать, сочинять. Кстати, на прошлом фестивале «Детство на Амуре» я сочинил две песни о Благовещенске. И мы сделали очень интересно с городским управлением культуры, руководителем которой является Виктория Хапатько, мы объявили конкурс на лучшие стихи. И участвовало очень-очень много людей, дети, взрослые. Потом из многих стихов собрали такую коллекцию, потому что все писали примерно в одном размере. Поэтому там очень много поэтов. Детский гимн Благовещенск получился? Там один детский, один взрослый. Так что две песни об этом любимом городе у меня есть. Конечно, уникальное место получилось вместе с Китаем. Такой Будапешт. Ну, если образно. Я там говорю, вот такой город, как Будапешт, по обе стороны реки, но с двумя абсолютно разными культурами. И объединяет их река Амур или Хэйлудзян по-китайски. Это Благовещенский хэй-хэ. Конечно, очень интересно это. И дополняет культуру, и соединяет. Здорово. Вы в душе еще ребенок? Я в душе. Ну, да, да, стараюсь. Есть взрослые, которые стараются быть детьми. Это, наверное, те, кто пишет детские сказки, песни, стихи. Не потому, чтобы детей развлекать, а прежде всего, чтобы себе ребенок остался. И шляпа отсюда же, наверное, и все остальное. Если видишь на картине Нарисована река Или ель и белый ини Или сад и облака Или снежная равнина Или поле и шалаш Обязательно картина Называется пейзаж Если видишь на картине Чашку кофе на столе Или морс в большом графине Или розу в хрустале Или бронзовую вазу Или грушу Или торт Или все предметы Сразу знай, что это натюрморт А если видишь, что с картины Смотрит кто-нибудь на нас Или принц в плаще старинном Или в робе верхолаз Летчик или балерина Или Колька твой сосед Обязательно картина Называется портрет Многие говорят, что современные дети Стали более жестокими Что вообще поколения меняются Дети уже другие Все с гаджетами Уже не интересуются ни книгами Насколько, как вы считаете, это объективно? И правда ли, что дети стали другими? Взрослыми какими-то, да? Нет, нет, дети, они всегда дети Они меняются в возрасте подростков всегда Я думаю, что они одинаковые В любое время, в любой культуре Близки к Богу, доверчивы Они фантазеры Они счастливые Вот это все у них есть И поэтому никакие гаджеты Их с этого пути сбить не могут Но важно, чтобы они были здоровыми Микроб ужасно вредное Животное Коварное, а главное Щекотное Такое вот животное В живот Залезет и спокойно Там живет Такое вот животное В живот микроб Залезет и спокойно Там живет Это не должно Эй, друг Ты мыл ли руки Перед ужином? Эй, друг Ну что ты выглядишь Простуженным? Смотрите У него горячий лоб Наверное Внутри него микроб Смотрите У него горячий лоб Конечно же Внутри него микроб А чтобы не болеть И не простужаться Нужно каждый день Холодной ледяной водой Обливаться Как дядя Гриша, кстати А чтобы от боли потом Жевать и не быть И не ныть Нужно каждый день По нескольку раз Руки с мылом Мыть Вот так Вы занимаетесь спортом Стараюсь Вот чем занимаетесь? Футбол Я уже так прочитала Да? Я с детства люблю футбол Все детства Я играл в футбол И сейчас Есть команда артистов Старко называется И мы играем вместе И на лучших стадионах Такая сборная Сборная Это артисты И мы играем вместе Со спортсменами Олимпийскими чемпионами И другие виды спорта Илья Вербух В этой команде Даже Денис Мацуев Иногда А так Эстрадные певцы Есть и оперный оперет В общем разные Вот не помню В Болговещенске Мы играли А, играли мы В свободном В этом году Кстати Меня не было Ребята Ребята приезжали Так что Да, футбол Ну, я люблю И плавать И велосипед И все А вот эти процедуры Обливания Обливания Зарядка утренняя Это входит в режим дня Утром Я чуть-чуть Я люблю попозже Сделать Поинтенсивнее Обливаться Сестра обязательно Потому что Если не обольешься Плохо себя чувствуешь Вот После горячей воды Ледяная Что делает Я вот просто Телезрительным хочу сказать Температура тела Подскакивает до 45 градусов А предельного человека 42-41 И 3 градуса сверху От этого Они убивают Все микробы Аллергены Поэтому Обязательно Обливается А на дочь Можно Холодной водой Ноги Мыть Не парить Как многие Паришь Паришь Потом Раз Ледяное И все Будет нормально Солдатик Солдатик Оловянный Отправился В поход На площади Собрался Весь куколенный Народ И чествую Героя Платочками Махал А он Блидел Строя Как важный Генерал Солдатик Солдатик Оловянный Ну где ж твои Мечты И где же твоя слава И где же твой почет Когда неоловянною саблей засечет Когда тебя забыли Фингмаршалы в песке А сердце из фарфора Расколото в тоске И в пластиковом доме У темного окна Нейлоновая кукла Печальна и грустна Титановые танки Рохочут у ворот Пластмассовый солдатик Готовится в поход Па-па-ба-ра-па-пам Ту-ту-ту Па-па-ба-ра-па-пам Ту-ту Па-па-ба-ра-ба Айн, два-ин, драй Ту-ту Па-па-ба-ра-ба One, two, three Па-да-па-пам Па-па-ба-на-та Раз, два, три Па-да-па-пам Па-па-ба-на-па-па-да Па-па-ба-на-па-па-на Есть такой прием на гитаре, называется барабанной дробь, когда вот с труды перекрещиваешь. Отдайте на усы, зрители. Это песня из моего нового альбома «Грустный клоун». Я недавно выпустил диск, потому что настоящий клоун грустный, как и Сясяй у Полунина. Он веселит, веселит, а на самом деле печалится от того, что мир несовершенен. И вот у меня собраны вот такие все песни, как я сейчас спел, про лавянного солдатика. Хотелось вопрос вам задать по поводу современных мультиков. Смотрите мультфильмы? Конечно. Вот какие, может быть, какой-то топ-лист, знаете, самых, на ваш взгляд, таких хороших, детских, правильных мультфильмов со временными? Ну, мультфильмы разные бывают. А основная формула творчества для детей, она относится к мультипликации, конечно, это развлечение плюс образование, воспитание. То есть, если есть образовательный момент, если воспитательный, детям интересно, если этого нет, то это такие щекоталки как бы. Вот. Поэтому те мультфильмы, которые попадают вот в эту формулу, они и вечные будут, и фильмы, и мультфильмы, и все остальное. Вот. Ну, конечно, мне повезло. Я много для мультипликации работал, сейчас продолжаю. Но самая известная песня про пластилинговую ворону. Я специально вступление спел, потому что нам помнится ворони, а может быть собаки, а может быть корови. Это всегда пою. Я спел вступление и финал. Спою, а середину не буду. Хорошо. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз. Вот так. Вопрос, который не могу не задать, по поводу шляп. Сколько их у вас? Есть ли какая-то коллекция определенная? Нет, нет, нет. Я не коллекционирую ни шляпы, ни гитары, вообще ничего. Мне кажется, коллекционирование – это один из видов безумия. Когда у человека пять тысяч самолетиков, ну и зачем? Потом будет шесть, потом десять, будет пятнадцать. Нет, есть там несколько шляп, но и достаточно. Но вот сколько вы авантюрист в жизни? Ну, я хочу сказать, что я очень люблю Благовещенск. Это место действительно даровано Богом, наверное. Благая и весть была в том, чтобы появиться этому городу на этом месте. А сейчас еще добавился Китай, вот, китайский город Хэйхэ. И это такая экзотика, на самом деле. Такое уникальное место в России, ну и не только в России, а в мире. Что просто очень интересно. Мне кажется, у города очень большое туристическое будущее. А туризм – это основная статья доходов большинства стран мира. Не везде же есть нефть, газ. Вот, туризм кормит Мальту, Грецию, Кипр и прочее. А у нас это в самом начале. Поэтому Благовещенск, мне кажется, это потрясающий в этом плане город. И когда я бываю на гастролях в городах и в России, и за рубежом, для меня главный критерий – хотелось бы здесь жить. Какой-то городок маленький или большой. И вот Благовещенск – это город, где я бы, конечно, с удовольствием жил. Серьезно? Хотелось бы жить? Да, если бы по-другому судьба сложилась. Я хочу сказать, что был бы я молодым, я бы, конечно, уехал на Дальний Восток. Ну, во-первых, я родился на Дальнем Востоке, в Хабаровске, прямо в самом центре города, на площади Ленина. И вот фестиваль «Детство на Амуре» – это для меня детство, которого у меня не было. Я играю в это детство. Я название придумал «Детство на Амуре». И меня с Дальнего Востока, из Хабаровского, везли очень маленькими. И детство прошло в другом месте. И сейчас, когда я вот сижу в жюри, смотрю, как ребята выступают, я как-то вот представляю, что я мог бы быть таким мальчиком, ходить на сцену, петь или играть на инструменте каком-нибудь. То есть я восполняю детство, которое у меня не было. Вот. И, конечно, я бы жил здесь с удовольствием. Мне кажется, молодежь должна не отсюда уезжать, а приезжать оттуда, из европейской части, потому что здесь, мне кажется, огромные перспективы. Во-первых, природные ископаемые невероятные. Во-вторых, за рекой Амуром страны, в которых основной вектор развития мира – это Китай, Япония, Корея. Вот все будущее планеты там. Сингапур. Ну, вот все, что там, вот азиатское, оно будет двигать наш мир вперед. И поэтому жить здесь и еще как-то сотрудничать там, мне кажется, это вот... Я бы советовал молодежи, а передачу, я думаю, в интернете увидят. Ехать сюда. Хочется, чтобы судьба была другая, действительно достойной этой земли. Самое главное, что здесь есть, кроме природных ископаемых, это удивительно талантливые люди, талантливейшие дети, здесь великолепная система образования, воспитание детей, здесь дети чистые, здесь очень хорошая нравственная атмосфера. И это очень, как сказать, большой, большой имидж Дальнего Востока. В любой точке планеты, где бы я ни был, если говорили о Дальнем Востоке, всегда говорят, там такие люди. Там вот уехать за Урал, там другие люди совсем, а на Дальнем Востоке вообще. То есть люди знают, что где-то есть, это им очень важно, где-то есть чистота, где-то есть место. И действительно люди настоящие. Это здесь. И здесь действительно приезжаешь, как за глотком свежего воздуха. А я лично приезжаю за парой глотков. Почему парой глотков? Потому что моя фамилия Глотков. Не догадались? Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в нашу импровизированную студию. Ну а это была программа Культ Личности. Я думаю, что пару сеток каких-то строк будет в завершении программы. Я люблю тебя, Дальний Восток. Ты родина моя, Дальний Восток. Ты чудо России, Дальний Восток. Ты чудо планеты Земля, Дальний Восток. Дальний Восток. Дальний Восток. Дальний Восток. Дальний Восток. Приезжайте сюда, на Дальний Восток. Здесь вас встретят. Прекрасно. Приезжайте сюда, на Дальний Восток. Вы найдете здесь свою судьбу. Приезжайте на Дальний Восток. Здесь классно, приезжайте на Дальний Восток, друзья, здесь прекрасно. Дальний Восток, Дальний Восток, Дальний Восток, Дальний Восток. Спасибо вам большое, но я напоминаю, что сегодня в нашей импровизированной студии был Григорий Гладков. Это была программа «Культ личности». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok